Вы смотрите «Город С». Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Обратный отсчет дней до начала нового учебного года практически завершен. Завтра и бедня сядет за парты. Сферу образования в этом году ждут изменения. Об этом заявила министр образования Ольга Васильева. Она обозначила направления, требующие перемен. И прежде всего, это совершенствование ЕГЭ, поддержка и развитие инклюзивного образования, большее внимание к социальной сфере работников отрасли. Сегодня к нам в «Город С» пришла Лилия Галузина, руководитель департамента образования городского округа Самара. Здравствуйте. Добрый день. Наверное, уже надо сразу поздравлять вас с начала учебного года. Да, мы уже готовы принимать поздравления, конечно. Лилия Викторовна, каждый год начинается 1 сентября. И каждый год все равно это как-то волнительно, даже для тех, кто уже не идет в школу и не отправляет туда детей. Часть выпускников уходит весной из школ, осенью пополняются ряды новыми первоклассниками, а вот армия учеников в этом году у нас больше, меньше? Да, мы уже несколько раз давали эти цифры, они впечатляют, потому что в этом году у нас больше 116 тысяч учащихся в школах, и это почти на 5,5 тысяч больше, чем в прошлом году. Впечатляет, действительно. Это действительно очень хорошие цифры, и у нас неуклонно в последние годы растет количество первоклассников по сравнению с предыдущим. Практически каждая школа в течение, может быть, последних двух-трех лет набрала на один, как минимум, класс больше, чем традиционно набирала раньше. И поэтому мы можем сказать, что и цифра 13 тысяч с половиной первоклассников этого года – это тоже рекордная цифра по сравнению с предыдущими годами, с достаточно длительным периодом, ну вот такого вот все-таки небольшого прироста. Бэби-бум дает о себе знать. Вот помните, мы места в садах открывали дополнительные, постоянно говорили о том, как много появляется детей в молодых семьях, вторые дети, третьи. Но вот сейчас это достигает и школьного образования, поэтому, конечно, с каждым годом мы будем принимать все больше учеников, и на будущий год примем больше, чем в этом. Следует ли из этого, что были какие-то сложности с приемом в первый класс? Как все прошло? Ну, может быть, это не сложности, это рабочие моменты, но они действительно были, потому что у нас целый ряд школ, буквально не только лицеи гимназии, да, буквально в первый час приема электронного, завершили свою работу, завершили прием. И, конечно же, для того, чтобы все дети городского округа пошли бы в школу, и желательно, чтобы эти школы были бы недалеко от дома, мы проводили большую работу. В ряде школ мы нашли возможность открыть дополнительные первые классы, перепрофилировали помещения, дополнительные какие-то нашли возможности в школьных помещениях. В ряде школ мы дополнили классы, может быть, до такой критической отметки 30, хотя, конечно, 25, если бы было, было бы учиться комфортнее, но, тем не менее, здесь приходится все-таки из двух зол выбирать меньшее. Очень рассчитывали на новые школы в новых микрорайонах, но они у нас просто дают фантастические цифры. Ну, например, в Кошеле в проекте, в Крутых Ключах у нас сегодня в школе номер 7, которая год отработала. В прошлом году было 16 первых классов, в этом году уже 18 первых классов. Это совершенно невероятная цифра, мне кажется, в истории города. Это какая буква, интересно, так вот не сосчитаешь. По-моему, Т. По-моему, буква Т. Не в советское время, не в постсоветское. У нас только АБВ. Да, да, у нас таких нет. Ну, до Д доходили мы, конечно, когда-то, и это считалось много. Ну, конечно, они такие у нас уникальные одни, что говорит о том, что там надо нам еще одну школу строить. Поэтому вот эти такие рабочие моменты, они, конечно, были, но они нас радуют на самом деле, и мы готовы решать такие проблемы. Лучше бы такие проблемы, чем какие-то, знаете, иные. Ну, такие и иные проблемы вы решали все лет, пока дети отдыхали, учителя, в общем-то, все равно готовились к новому учебному году. И в первую очередь, наверное, к новому учебному году готовились сами здания, помещения, каким-то образом обновлялись, улучшались. Что мы, вот по цифрам будет в этом году по школам, все ли открылись? Да, у нас в этом году открылись 159 школ. В прошлом году мы говорили, что их 160. Мы одну школу, девятилетнюю небольшую школу присоединили к большой полной школе. Мы, кстати, по просьбе в основном родителей, которые хотели бы, чтобы для детей были созданы, ну, более современные условия для обучения, организовали подвоз. А в целом все школы мы сохранили. И у нас 159 школ, а зданий намного больше, потому что у нас много школ, которые располагаются, например, в двух зданиях. И, конечно, их ремонт – это особая наша забота. Здания амортизируются, ветшают. У нас есть здания довоенной постройки. Более того, у нас есть здания, которые являются объектами культурного наследия. Ну, это в основном в Самарском и Ленинском районах. И в этом году по нескольким направлениям мы эту работу ввели. Ну, вот начну, наверное, с объектов культурного наследия. Нам очень повезло. При поддержке губернатора наши объекты были включены в программу специальную к чемпионату мира. И там, где наши школы, учреждения доп. образования, детские сады стояли на туристических маршрутах, были выделены специальные средства на ремонт фасадов. И у нас сегодня уже сданы такие работы. У нас в новом совершенно облике школа номер 15, детский сад номер 56, детская школа эстетического образования, учреждение дополнительного образования «Мечта» на Галактионовской. Ну, вот еще несколько школ мы сейчас реставрируем. Это, конечно, огромный подарок. Это и на внешний облик города, конечно же, влияет. То есть ученики предутахнуты, родители. Ну, да, часть из них уже мы запустили еще до начала, вернее, до конца предыдущего года. Часть вот это где там открыли. Второе направление – это, понятно, вот тот частичный ремонт, который связан в первую очередь с исполнением предписаний надзорных органов, с какими-то, так сказать, судебными решениями по созданию условий для детей. Это в основном, конечно, ремонты пищеблоков, крыш, ограждений, замена сгораемой отделки на несгораемую, устройство, так сказать, крылец для безопасного такого пребывания детей. Это ремонт спортивных залов, актовых залов. Ну, то есть вот такие площади общего пользования в первую очередь. И, конечно, то, что составляет основу безопасности жизни и здоровья детей. Ну, и, наверное, третье направление – это дополнительное оборудование для развития новых актуальных направлений. Это робототехника, да, открытие специальных кабинетов для занятий робототехников, покупка специального оборудования для таких занятий. Это, конечно, спортивные объекты, потому что сегодня спорт для нас играет огромную роль. И, ну, просто замечательный вот такой расцвет, развитие получает направление. Это и нормы ГТО сейчас опять ввели. Поэтому у нас и спортивные площадки новые появляются. Ну, вот в порядке вот такого, ну, замечательного, что ли, подарка для жителей Кировского района в честь юбилея района по решению тоже губернатора и губернской думы. В этом году там будут до конца октября у нас в школах, в четырех школах поставлены новые спортивные площадки. Кроме того, мы открываем 1 сентября пристрой-бассейн. Для 127-й школы – это Красногринский район. Большая тоже удача завершить этот долгострой с 2004 года было принято решение. Начинали это строительство, потом заморозили. Вот сегодня глава города нашел возможности, нашел средства. И 1 сентября будет открыт бассейн. Это для всех детей Красногринского района большая удача, потому что там нет у нас ни одного бассейна. Мы сейчас работаем над спортивным блоком, пристроим к медико-техническому лицею. Он тоже будет свое отмечать в юбиле 25-летие, в ноябре. Мы надеемся, к ноябрю, вот в качестве такого подарка от города, завершить и эту работу. Ну и у нас есть замечательный образец, пример капитального ремонта, возвращение здания в систему. Это второй корпус лицея авиационного профиля в Кировском районе. Сейчас там идут работы, правда, мы его откроем на будущий год, но работы кипят уже с весны, очень активно. И вот этот старый корпус, тоже старинные постройки, уже сегодня обретает новый вид. Уже сегодня фасад там сделан, сейчас внутренние работы идут. Это тоже будет очень хорошая возможность для такого статусного сегодня учреждения в Кировском районе заиметь новый корпус и тоже принимать большее количество детей, чем они это могут сделать сегодня. Школы обновились, пахнут краской еще, наверное, кое-где приятно, конечно. А учительский корпус, вот достаточно ли было тех, кто будет учить детей? И появилась ли новая армия молодых учителей? Ну, вы знаете, вопрос этот не очень простой, потому что, если бы я сейчас сказала, что у нас вообще к учительскому корпусу сегодня нет вопросов, и он у нас полностью укомплектован кадрами, эти кадры один лучше другого, ну, это, наверное, я бы немножечко слукавила. Но, тем не менее, наверное, стоит сказать о том, что, конечно, мы сумели полностью сохранить кадровый потенциал и, так скажем, его обновить на пороге вот нового количества учеников. Потому что, когда мы говорим о том, что у нас приходят новые ученики, мы понимаем, да, что за этим стоит и дополнительное материальное вложение, открытие классов, и правильно кадровое, скажем, сегодня учитель начальных классов, учитель физкультуры, это вообще дефицитные достаточно специальности. У нас, конечно, есть вакансии по этим предметам, есть вакансии и по другим предметам популярным. Это учителя русского языка требуются, учителя требуются и математики. Но это не критичные, да, это обычные такие вот вакансии, хотя хотелось бы, конечно, призывать молодежь активнее все-таки идти в школы. Несмотря на такое огромное количество мер поддержки молодого учителя, все-таки, наверное, что-то еще нужно для мотивации. Мы сейчас, кстати, с педагогическим университетом активно отрабатываем, ну, уже такие нематериальные, да, а больше какие-то профориентационные, что ли, меры для того, чтобы ребята после окончания педагогического университета активнее шли бы и оставались работать в школах. К сожалению, далеко не 100% выпускников педагогического вуза идут потом к нам в школы работать. Хотелось бы их больше привлечь. Вот над этим тоже сейчас работаем. Это одна из таких вот, ну, долгосрочных, что ли, программ, которые требуют нашего внимания, конечно же. Здесь, наверное, думать и думать, потому что направление работы это очень сложное в школе, и требования возрастают к очистилю ежегодно. Конечно, конечно, надо иметь сильную мотивацию, чтобы сделать это. Да, и профессиональные навыки не только в своем предмете, но и дополнительные какие-то и понимания, и знания детской психологии. Вот очень актуальный момент. И, понимаете, свойства личности, характера, социализация. Здесь такой комплекс большой важен в человеке, чтобы из него получился учитель, что, конечно, это не так просто набрать армию мотивированных и профессиональных педагогов. Но будем над этим работать всегда. Но, тем не менее, учебный год начинается. И так на памяти раньше, 1 сентября, во всех школах, во всех классах первый урок – это был урок мира. Знаю, что в этом году во всех школах города пройдет уникальный урок, посвященный чемпионату мира 2018. Что это такое вообще, что подразумевается? Ну, вы знаете, у нас 1 сентября три темы, которые будут даны детям на первом уроке, в зависимости от того, в каких классах дети учатся. Вот как раз для детей среднего звена с 5 по 8 класса будет проводиться футбольный урок. Ну, потому что это, наверное, самые активные ребята. Это потому что это дети, в которых мы еще и, помимо спортивного азарта, должны воспитывать культуру болельщиков. Ну, и, конечно же, это знакомство с таким событием, как чемпионат мира. Во всех школах пройдет обязательно такой урок, причем он будет нетрадиционный, не только в классах, вернее, даже не столько в классах, сколько на открытых площадках, на футбольных полях. Да, это будут и встречи с футболистами нашими, крыльев советов, это будут естественные матчи, это будет история футбола, история нашего самарского футбола, потому что Самара – город, где любят футбол. Это такой наш лозунг, слоган, мы его в этом году неоднократно уже использовали. Он будет, конечно, в течение всего года. Кроме этого, у нас проводятся еще уроки для старшеклассников. Это один из уроков, посвящен родному городу, о тебе, моя Самара, где мы хотим, чтобы дети, старшеклассники, знали о тех достижениях, которые в течение этого года продемонстрировали самые разные городские структуры. И в области было бы устройства, и строительства, и социальной сферы, потому что дети уже на выходе практически во взрослую жизнь, ну, должны быть, может быть, более, так скажем, социально ориентированы, и лучше знать о том, что происходит в городе. Ну, и еще один урок, его нам федеральные структуры рекомендуют. Это урок «Россия, устремленная в будущее». Тоже очень интересная тема, связанная с перспективами развития в России передовых отраслей. Это для старшеклассников? Да, это для старшеклассников. Да, и для нас это тоже актуально для нашего города, потому что это развитие космической отрасли, развитие новых производств. Такие уроки тоже пройдут в ряде школ. И, Виктор, простите меня, пожалуйста, что я от хороших, приятных таких моментов, цветов, шариков и первых уроков ложку дегтя хочу добавить. Но, тем не менее, начало учебного года – это для многих родителей еще и связано с началом поборов школьных. Начинается, наверное, всегда и сразу. Нужно будет сдать деньги на то, на то, на то. В общем-то, все знают сегодня, что многие поборы незаконны. Тем не менее, родители мирятся с этим, приносят определенные суммы. Каким-то образом будет это на контроле? Да, вообще ситуация в школах складывается таким образом, что в последнее время, в 2017 году, в частности, мы провели очень большую работу с директорами, которая, на наш взгляд, должна дать заметные результаты. Мы сейчас, наверное, обратную связь от родителей уже в сентябре получим. В чем состояла вот наша работа, в чем состояли наши, так скажем, профессиональные разговоры и переговоры с руководителями, с классными руководителями. Конечно же, критика в адрес школ о том, что существуют достаточно частые, вот слово «побор» всегда у меня вот просто язык не поворачивается говорить, оно, конечно… Даже не знаю, чем его заменять. Ну, денежные, да, так сказать, вот какое-то понуждение к каким-то выплатам, да, к денежным каким-то вливаниям в школу, они имеют самый разный там целевой такой характер, и, конечно, их надо разделять. И я вот сейчас тоже хочу сказать еще раз родителям, по каким вопросам они совершенно четко должны понимать свои права, в первую очередь, и быть активнее. Ну, и, кстати, родители действительно стали более активны, они стали понимать, что мы на их стороне, они перестали анонимно нам присылать жалобы, и в последнее время все больше и больше, когда они к нам обращаются в департамент, они заявляют о себе, говорят, кто они, да, подписываются, просто приходят на прием, и вместе с нами помогают нам проводить, ну, вот такие сложные расследования, разбирательства, что ли. И вот эта их активность, она нас очень радует, то есть они понимают и видят, что вот обратная связь есть, реакция наша есть на вот такие вот незаконные вещи со стороны, может быть, педагогов. И, конечно, они должны понимать совершенно четко, что не может быть никакого вступительного взноса, его вообще не существует. И, кстати, электронная как раз запись в школы, она является вот такой вот глобальной антикоррупционной мерой, потому что ты поступил по электронной очереди, машина зафиксировала твои, так сказать, данные, документы, директор обязан через 10 дней после того, как вы принесли подлинник, издать приказ о вашем зачислении, и приказ о зачислении бывает готов уже и в марте, да, и, так сказать, в апреле, я не знаю, там. И уже вы зачислены в школу, уже есть приказ, что вы с 1 сентября являетесь учеником этой школы, и, конечно же, никакого вступительного взноса здесь просто физически, даже если, так сказать, кто-то захочет, не сможет с вас взять. И на это не надо ни в коем случае соглашаться, если вдруг к этому склоняют. Второй момент очень важный, который часто родители говорят, ну как же вот есть решение собрания. Еще раз повторюсь, что никакие решения собрания, никакое решение группы родителей, никакой протокол родительского комитета вообще не является для родителей ни документом, ни обязательством. И они не должны с этим соглашаться, не должны здесь, ну, как-то так идти по пути на меньшего сопротивления, да, и сказать, ну ладно, вот, чтобы было меньше проблем, я лучше там отдам. Здесь, конечно, важна активная позиция, вот, человеческая и такая, ну, гражданская, что ли, каждого родителя. Всегда есть чем помочь школе. Эта помощь может быть, ну, такая, в развитии каких-то проектов, да, эта помощь может быть в благоустройстве, в ваших, так сказать, руках, в том, как вы вместе с детьми помогаете подготовить кабинет или трудитесь на территории. Может быть, иногда и легче бывает откупиться деньгами, но мы должны все-таки сказать тем родителям, которые вот эту вот позицию придерживаются, что, конечно, этого делать не нужно. Ну, и еще один момент очень важный я хочу донести сегодня до родителей. Ни в коем случае нельзя давать наличные деньги. Это грубейшее нарушение. Это повод, конечно же, для нарушения законов, для коррупционных каких-то проявлений. Деньги могут только на расчетный счет переводиться. И, конечно, тоже не хочется впадать в крайность, потому что, на самом деле, закон существует в федеральной облаготворительной деятельности. И существует возможность помочь, и, возможно, родители действительно делают это добровольно и от души. Запрещать этого тоже, конечно же, мы не можем. Просто во всем должны быть рамки соблюдения закона, четкие договоренности со стороны и педагогов, и родителей. Я думаю, что вот в более цивилизованное русло в этом году, конечно же, нам удастся это ввести. Вообще личное участие, конечно, очень эффективно, учитывая то, что это еще и воспитательные моменты, если родители вместе с детьми каким-то образом работают на пришкольном участке или в классе. Очень интересно, конечно, узнать о каких-то новшествах, которые будут в этом году или не будут. И, наверное, главной интригой остается вопрос, увеличится ли количество обязательных экзаменов. Ну, конечно, все, что касается экзаменов, единого государственного экзамена, здесь есть другие эксперты, более профессиональные. Это, конечно, Министерство образования и науки, это их полномочия. Заместитель министра образования и науки Светлана Юрьевна Бакульна, которая курирует эту тему, она очень много общается у нас и с руководителями, и с родителями. Я только скажу о том, что никаких глобальных изменений, никакого глобального увеличения в этом году ни в программах, которые осваивают дети с 1 по 11 класса, ни в экзаменах государственных не ожидается. Более того, вот мы говорили о том, что в этом году астрономия вводится в обязательном порядке, а сегодня уже понятно, что все-таки этот год является переходным. И обязательной она, конечно, не будет. Обязательным будет какая-то работа школы по подготовке к преподаванию, потому что в этом году можно будет отправить учителей на курсы, подготовить программное обеспечение, еще раз сделать какой-то, может быть, анализ учебных пособий, выбрать и закупить их на будущий год для школьников. Но мы сегодня знаем, что астрономия будет введена только в тех школах, где готовы для этого ресурсы, где есть преподаватели подготовленные, где есть учебник, где программа предполагает это, например, углубленное изучение физики, математики, либо какая-то такая неклассная работа, связанная, может быть, с самолетостроением, с космосом, предполагает изучение астрономии. То есть даже это новшество мы сегодня не можем говорить, что оно будет повсеместно. Все, что касается учебной работы, здесь нам все понятно. И в воспитательной работе все-таки мы бы хотели обратить внимание родителей и усилить ту составляющую, которую мы называем сдачей норм ГТО. Потому что очень многое зависит от мотивации детей и от того, как дома их поддержат, направят. Отношения, конечно. Сегодня мы фиксируем, что все-таки не такое большое количество детей идут сдавать нормы ГТО. Старшеклассники в основном идут, потому что благодаря вузам за это добавляются баллы. Часть вузов добавляет баллы, у кого есть данные нормы, либо значок золотой или серебряный. Нам бы хотелось, чтобы родители активнее вовлекали детей в этот процесс. Мы будем в этом году старательно все-таки повышать планку, по которой дети должны сдавать нормы ГТО. Ну, а все остальное в рамках наших общих городских приоритетов. Это и подготовка к чемпионату мира по футболу, это и разговор вообще о городе, о его возможностях. Это, конечно, новое отношение к профориентации, возвращение к традиционным формам сотрудничества школы-вуз-предприятия. Очень важное направление работы, мы о нем говорили много с педагогами, и хотелось бы, чтобы здесь и родители, которые одновременно являются работниками тех или иных производств, предприятий, подключились бы вот к этим проектам. Они для нас важные. Вы вот уже сказали, что пополняется, обновляется оборудование и оборудуются кабинеты для изучения робототехники. Тоже ведь новшество этого года, в общем-то. Лилия Викторовна, я не могу сказать, сколько лет не было в школе астрономии, но, наверное, уже куда-то вообще исчезли, как явление преподавателя астрономии, а вот робототехника ведь это тоже нужно. И сегодня же не редки случаи, когда ученики оказываются в этом плане образования преподавателей. Более продвинутыми, ну да. Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, робототехника – это не знак сегодняшнего года. На протяжении последних 4-5 лет, может быть, мы планомерно, ежегодно увеличиваем и количество школ, которые у нас занимается робототехникой, и количество различных таких городских проектов, участие в городских, областных и всероссийских конкурсах. Мы продвигаем очень активно робототехнику и в учреждения дополнительного образования. У нас есть специальные центры технического творчества, где это направление очень активно развивается. Более того, у нас даже в школах искусств в ряде это направление тоже стало одним из таких полноценных, что ли, видов работы, деятельности с детьми. Конечно, здесь понятно, что робототехника – это не вышивание, да. Купить нитки и пяльцы и обойтись в общем в такую небольшую сумму, как мы это всегда любили делать. Всегда нам казалось, что дополнительная работа с детьми – это просто энтузиазм. На самом деле, конечно, сегодня мы понимаем, что нет. Что если мы хотим добиться результатов высоких, вот даже, скажем, шахматы, одна из тем сегодня с робототехникой практически параллельно идущая, тоже ведь требует сейчас и опять поиска педагогов, и тех же новых комплектов, и организации по горизонтали различных видов и типов соревнований, которые тоже требуют определенных уложений, да, чтобы их организовать. Поэтому, конечно, в это надо вкладывать. Мы часть бюджета, как бы нам ни было тяжело, и какие бы ни были у нас здания наши уже такими старыми и требующими ремонта, все-таки сознательно достаточно такую значительную часть бюджета направляем на роботтехнику. Есть уже у нас первые результаты, есть лидеры, и мы думаем, что это нам по плечу. Уже те дети, которые когда-то у нас заканчивали школу и закончили сегодня вуз, понимая, видя вот развитие этого направления, приходят, возвращаются к нам тренерами, преподавателями. Здесь активно, конечно, молодежь надо привлекать, потому что здесь переподготовить уже взрослых людей практически невозможно. Это как раз та отрасль, да, где переподготовки недостаточно. Но это очень интересная работа, мы даже в детских садах сейчас этим занимаемся. У нас, например, есть и примеры, когда детские сады участвовали даже в федеральных конкурсах по робототехнике. Такой конкурс есть очень известный, Икоренок, где у нас участвовали дошкольные образовательные учреждения. То есть, конечно, эта сфера будет развиваться обязательно. Лея Викторовна, совершенствование инклюзивного образования, о котором говорила Ольга Васильева, это тоже не есть что-то уж совершенно новое. В принципе, это уже началось, и дети с ограниченными возможностями здоровья садятся за парты с обычными детьми, да? В этом году что-то в этом направлении изменится? Мы ежегодно тоже по программе «Доступная среда» несколько школ и детских садов обязательно оборудуем дополнительным какими-то возможностями оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ну и в том числе, кстати, для взрослых, которые вместе с детьми должны приходить в школу и участвовать во всех проектах. То есть крыльцо, скажем, с пандусом сегодня практически вы увидите в каждой второй школе и детском саду. Это обязательно. Это оборудование и внутри. Конечно, не каждая школа сегодня по своему проекту способна, например, лифт для маломобильных граждан вместить и установить. И мы часто очень с этим сталкивались, когда и школа готова, и мы понимаем, что сюда бы пошли дети с ограниченными возможностями. Но технической нет возможности установить, например, вот эти подъемники или лифты. Все время по какому пути пошли? Мы взяли одну из школ в районе, ее оборудовали целиком и организовали подвоз. Но у нас такая вот есть 139-я школа, которая у нас в этом году во всероссийском конкурсе по инклюзивному образованию стала победителем. Это хороший пример. Но, конечно, задача наша все-таки в местах, где проживают люди, организовать такие возможности для школьников. И ежегодно тоже мы такую работу проделываем. Здесь и специалисты для нас важны. Поэтому мы работаем активно с нашими общественными организациями. С Десницей, например, организация, которая работает с инвалидами. Мы работаем с психологами очень много, привлекаем и стараемся привлекать. Сейчас есть очень много таких общественных организаций, которые в этом направлении развиваются. Но работа эта, конечно же, непростая. Тоже опять вернусь к главной нашей теме, требует, конечно же, вложения средств. Поэтому максимально то, что мы можем сделать в этом году, мы сделали. И есть у нас примеры, где в обычных школах учатся дети с особенностями развития, с ограниченными возможностями здоровья. И, кстати, очень хорошо себя чувствуют. Одним словом, учебный год начинается. Место в школах есть всем. И, наверное, пожелаем просто хорошего, активного нового учебного года родителям, ученикам, преподавателям. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Да, еще раз всех с праздником успешного учебного года. До свидания.